В книге Шилы Прабхупады есть все. По поводу твоих ответов на вопросы Веласа Виграх Адаса. Все правильно. Если ты тщательно изучишь все наши книги, которые есть на сегодня, особенно Бага Вадгиту, как она есть, в твоем распоряжении окажутся ответы на любые вопросы, какие только могут тебе встретиться. Пожалуйста, вдохновляй других читать нашу Бага Вадгиту по меньшей мере по одной главе в день. Письмо Шилы Прабхупады в Пендре, 6 января 1969 года. Итак, если вы все сможете дать им интеллектуальное удовлетворение и ответить на все их вопросы, это будет ваш успех. Все ответы содержатся в Шимат Бага Вадгите, как она есть, и учении Господа в читании. Вам придется изучить эти книги, чтобы найти ответы. Письмо Шилы Прабхупады, Балимардано и Суданы, 3 октября 1969 года. Я очень рад, что маленькие дети тоже проявляют растущее расположение в куст к служению. Пожалуйста, обращай на это внимание общественность и развивай деятельность школы. Все преданные, которые желают что-то узнать, могут задать свои вопросы старшим членам общества. Но они могут адресовать все свои вопросы и мнения. У них не должно оставаться никаких сомнений. Я отвечаю на каждое письмо, которое получаю. Лишь иногда может случиться некоторая задержка, поскольку у меня много работы. Но они пусть пишут, запрета на это нет. Конечно, лучше будет, если простые вопросы вы будете решать сами на Иштагошке. Каждый из вас должен регулярно читать мои книги. По меньшей мере, дважды в день, утром и вечером. И тогда все ответы на все вопросы найдутся сами собой. Письмо Шилы Прабхупады, Ранатхири, 24 января 1970 года. Теперь я основал Джи-Би-Си, чтобы сохранить стандарты нашего общества сознания Кришны. Поэтому Джи-Би-Си должен быть очень бдительным. Я уже дал вам все наставления в своих книгах. Пожалуйста, боритесь со сквернением, которое распространилось в нашем обществе. Письмо Шилы Прабхупады, Сатсваропе, 13 сентября 1970 года. Никому из моих учеников нет необходимости читать какие-либо книги, кроме моих. На самом деле, такое чтение может нанести ущерб их развитию сознания Кришны. Всякое чтение посторонних книг, исключая особые случаи, когда это делается с моего разрешения, например, чтение книг какого-нибудь Платона с целью сравнительного исследования его философии и философии Кришны. Во всех остальных случаях такого чтения надо немедленно прекратить. Это просто лишняя морока. Если мои ученики не могут внимательно прочитать даже мои книги, почему же они должны отвлекаться на другие? Я дал вам учение Господа в Чайтании. Зачем же читать Чайтания Чаретамриту в каком-то чужом переводе? Ты совершенно прав, запрещая такое чтение. Письмо Шилы Прабхупады Шигавинда Дасу, 20 января 1972 года. Кришна дал тебе прекрасную возможность проповедовать философию, так что ты должен быть уверен, что понимаешь ее правильно. В моих книгах есть все для вас необходимое. Продолжай путешествовать и проповедовать, и можешь быть совершенно уверен, что Кришна даст тебе все необходимое. Письмо Шилы Прабхупады Я разделяю твою уверенность в том, что если делать все правильно, мы сможем привлечь множество людей, которые будут приезжать в Мэнар, есть просад и повторять Хари Кришна. Это будет великая победа, а если они купят наши книги и будут слушать о нашей философии, мы сможем сделать из них преданных. Эта великая ответственность ложится на тебя. Я дал тебе все наставления и все необходимые советы, и они записаны в моих книгах. Теперь все в твоих руках. Пожалуйста, твердо придерживайся наших принципов, и тогда у тебя все получится. Письмо Шилы Прабхупады Мукунди, 1 февраля 1974 года Ты пишешь, что все больше вовлекаешься в сознание Кришны, но твоя жена не слишком им интересуется. И ты хочешь узнать, не следует ли тебе развестись с ней. Нет, нет необходимости оставлять жену. Важно, чтобы ты сам осознал Кришну. Она не сможет тебе помешать никаким образом. Ты сам должен предаться Кришну и заниматься преданным служением. Мы не убеждаем никого покидать дом. Покинешь ты дом или нет, захочет ли она осознавать Кришну или нет, ты продолжай развивать свой интерес и участие в этом великом движении. Постепенно, если ты будешь твердым решителем в своем движении, она может последовать за тобой. Если у тебя возникнут вопросы, можешь написать мне или обсудить их с преданными храмами. На самом деле, я уже ответил на все вопросы в своих книгах, таких как Бхагалабита. Поэтому прочти их, пожалуйста, и повторяй Харикмишна мантру. Я рад, что ты ежедневно повторяешь 16 кругов и регулярно читаешь мои книги и соблюдаешь 4 заповеди. В моих книгах содержится полное объяснение философии сознания Кришны. Так что, если есть что-то такое, чего ты не понимаешь, ты просто должен снова и снова отчитать их. При ежедневном чтении знания тебе откроются, и твоя духовная жизнь получит развитие. Сознание Кришны далеко от всякого занудства. Это наше естественное, изначальное сознание. В настоящее время наше сознание замутнено, как зеркало, покрытое пылью. А процесс очищения заключается в воспевании, слушании и исполнении какого-то служения и попытке доставить радость духовному учителю. С помощью этого метода наше сознание очищается, и мы обретаем способность все понимать. Письмо Шивы Прабхупады Бахарупу Дасу 22 ноября 1974 года Относительно твоих вопросов мы не должны придавать значение слухам. Действовать в соответствии с тем, что говорят, не наш метод. Мы слушаем из авторитетного источника. Тогда наше слушание совершено. И руководитель Большого Храма ты должен знать эти вещи и избегать их. И учить других строго придерживаться того, что написано в наших книгах, и стараться понять их содержание под разными углами зрения, а не примешивать какие-то слухи. Наша проповедь должна основываться на том, что написано в книгах, и ни на чем другом. На самом деле, и поклонение Божеству, и воспевание славы Господа перечислены среди девяти методов преданного служения, описанных рукой Госвами. Кроме пения, повторения и памятования, существует еще шесть видов рекомендованной деятельности в преданном служении. И какой бы вид деятельности мы не избрали, если у нас получится исполнять его в совершенстве, результат будет один и тот же. Или же мы можем исполнить не один вид служения, а больше. Мы можем исполнить несколько, или даже все девять видов преданного служения. Но даже если мы исполним только один в совершенстве, мы достигнем в преданном служении полного успеха. Нет и речи о том, что одна деятельность важнее другой, или что поклонение Божествам важнее самкиртам. Просто человек может обладать способностью делать что-то лучше, с большим удовлетворением, чем что-то другое. И для него эта деятельность будет важнее. Но в общем мы не можем говорить, что один из девяти методов важнее, чем другой. За исключением только того, что слушания, воспевания и памятования жизненно важны для большинства людей в эту эпоху. Служение Божествам, о котором ты меня спрашиваешь, начинается в тот момент, когда ты вспоминаешь о них, и в тот же момент предлагаешь им свое служение и памятование. Все действия, слова, все должно быть предложено Божеством. И такое служение с памятованием будет постепенно возрастать по мере того, как ты будешь совершать его раз за разом. Письмо Шилы Прадхупады Праджапати Дасу, 16 мая 1976 года. Продолжение следует...